Здравствуйте! В моих руках книга, которая стала поводом нашего сегодняшнего диалога. Ее обложка выглядит вот таким вот образом, и называется она «Келомяки Комарова». И сегодня мы будем говорить о Комарова, конечно же, и для этого разговора, для этого диалога мы пригласили в нашу студию составителя этой книги, кстати, которая уже стала библиографической редкостью, заведующую музеем «Келомяки Комарова» Екатерину Боярскую. Здравствуйте! Екатерина, добрый вечер! И хочу сказать, что чуть позже к нам присоединится еще один гость, с которым я вас и познакомлю, хотя я думаю, что многие из вас его знают. Вот. Конкурс ваших, уважаемых телезрителей вопросов, 340-73-62, телефон в студии, и победитель конкурса получает приз от такси 434-00-00. Итак, Екатерина, вы совершили подвиг, создали вот такую книгу, но если ее уже как бы нет, да, и я имею счастливую возможность подержать только в руках. Ну, я вам дарю прямо сразу ее. Выключил. Спасибо большое, тогда я счастливый обладатель этой книги. Ну, значит, что, может быть, не вам лично, а вот вашему коллективу, давайте так. У меня просто больше нет, действительно, их уже раскупили. Их уже раскупили. Хочу вас сразу спросить, это ведь хороший повод, если раскупили, для того, чтобы, может, повторить это издание? Да, вы знаете, мы уже начали над этим работу, уже вот-вот типография начнет печать второго тиража этой книги, и до Нового года, может быть, даже появится второй тираж. Поэтому мы спокойно можем говорить о том, что эта книга будет продаваться в музее Келомяки Комарова в следующем году непременно. Но тираж 500 экземпляров по нынешним временам – это довольно большой тираж. Ну да, это неплохой тираж. И то, что книга улетела, говорит о том, что она либо талантливо составлена, либо содержит какие-то уникальные материалы. Знаете, это просто говорит о том, что люди хотят знать. Огромный интерес у людей вообще к краеведению сейчас. А Комарова настолько особое место и настолько интригующее место. И многие знают о том, что это вообще своеобразная такая многомистическая зона. Но Комарова – это уникальное совершенно явление, это некая такая особая самостоятельная духовная сущность. И люди хотят разгадать, в чем секрет этого нашего удивительного Комарова. И поэтому любая книга, статья, интервью, все что угодно Комарова вызывает необыкновенные интересы у людей. Мы разгадываем, мы живем все время в состоянии такого постоянного, постоянной загадки. И пытаемся ее разгадать. – И ожидание разгадки. – Ну, думаю, что разгадка никогда не нас станет. И это интрига. – Это прекрасно. Это вечный двигатель практически. – Да, да. – Скажите, пожалуйста, вы ведь представитель изначально творческих профессий, да? Вот по образованию, скажите точно, кто вы? – А заведующий музеем не творческая профессия? – Подождите секундочку. – Я театровед по образованию. И вообще-то, в принципе, никогда не видела себя в музейной жизни. – Вот. Вот и каково вам? – Ну, вы знаете, в принципе, музей-то я очень хорошо знаю и люблю, поскольку я, помимо того, что я театровед по образованию, я еще работала в молодые годы гидом-переводчиком с английским языком. У меня были лицензии на все наши петербургские музеи. – А, и музеи. – Вплоть до Эрмитажа. – А, и музеи. – Русского музея, Петергофа, Пушкина и прочее. – Вот. Но я всегда была посетитель. Не с улицы. Я была гид-переводчик. Тем не менее, я была всегда гостем. А сейчас я оказалась внутри музейной жизни совершенно неожиданно. Во-первых, я этому безумно рада. Мне просто страшно повезло. Когда началась пандемия, я раньше была дачником комаровским, а сейчас я постоянный комаровский житель. И вот все связи в связи с пандемией были нарушены. Я оказалась тут на постоянном месте жительства, в Комарово, у себя на даче. И вдруг такая у меня появилась возможность работать в музее. Это очень здорово, это очень интересно. Я всегда знала, а сейчас убедилась на личном опыте, что музей – это очень живое дело. – Живое дело. Как раз хотел вас спросить о том, что меняются сейчас и музеи меняются, и отношения к музеям меняются, концепции музеев появляются новые с использованием массы технических возможностей и так далее. А вот этот элемент, может быть, небольшой такой патриархальности, что ли, когда отношения к музеям как к тому месту, где собраны с любовью предметы, где есть какие-то фотографии, есть какие-то картины. И так спокойно, размеренно течет жизнь, без каких-то всплесков таких сильных, эмоциональных. Все ровно, все очень глубоко, задумчиво, конечно же, тайный. Вот такая концепция музея. – У нас есть эмоциональные всплески, очень даже яркие. Но в целом слово патриархальное, наверное, вы удачно подобрали. Мы пока, пока мы не гонимся за какими-то музейными новшествами, там всякие, знаете, медиа, интерактивные столы и прочее. Это будет, это в перспективе обязательно должно быть. Пока мы вполне такой традиционный музей, знаете, вот как раньше, как раньше. Действительно, вещи стоят спокойно на своих местах, фотографии в простых рамках. Но всплески эмоциональные у нас ого-го какие. – Давайте, вот я хочу у вас поточнее спросить, а по каким поводам бывают всплески? Ну, сначала давайте послушаем нашего телезрителя. – Давайте. – Добрый вечер, пожалуйста, вы в прямом эфире. Как вас зовут? – Яковенко. – Здравствуйте. – Еще раз, пожалуйста. – Владислав Яковенко, друг нашего музея. – Комаровский. – Залючательно. Здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста. – Внутри и четвертые дачные улицы на поселке Комарова есть обширная рекреационная территория, площадь более 12 гектаров. Власти курортного района несколько лет назад поддерживали перевоз этого участка в зону городских лесов. Но, видимо, поэтому скоро-скоро, быстро-быстро, кто-то влиятельный стал нежелательно издать и выделять множество участков. И пока зона еще доступна для жилищного строительства. Ну, поселок должен развиваться, это понятно, допустим. Однако допущены две грубейшие ошибки. Первое. Уничтожается система старинных 50 прудов, которая является частью миллиардативной системы всей северной части поселка Комаровых. И через 5 лет северо-восточную часть начнет затапливать. Как можно вообще выделять участок прямо на ручье в водоохранной зоне? И вторая часть вопроса. Если поселок разрывается, то он должен развиваться органистически правильно. С широкими дорогами, северными пространствами для жилья площадок и конспортационных элементов. Вот, например, около дебиотеки, ширина третьего дачного переулка Комарова, где любят гулять ноги Комаровых, 20 метров. Будьте добры, будьте добры, я вас перебью, пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо за ваш вопрос. Ну, это не ко мне, конечно, вопрос. Конечно, не к вам. Хотя Влад Яковенко, надо сказать, что вот он тоже стоял у истоков этого сборника, если уже мы начали со сборника. А на этот вопрос, может быть, Юрий Куликов ответит, когда появится. Юрий Куликов, да. А Влад, как раз вот мы с ним изначально обсуждали создание этого сборника, каким он должен быть, что в нем должно быть. Так что вот он мне на начальном этапе очень помог с ним. Жаль, что Влад... Влад наш депутат был Комаровский, очень много сделал для поселка. И вопросы, наверное, у него по существу. Да, но другая тематика передач немножечко сегодня, да? Хорошо, у нас есть видеокадры, которые мы хотим показать нашим телезрителям. И после этого продолжить наш разговор уже в обновленном составе. Музей в Комарово – это скромный зал, в котором сосредоточены воспоминания о целой эпохе. Здесь все проникнуто энергетикой тех великих людей, которые своим искусством творили уникальную культуру 20-го столетия. Имена этих писателей и поэтов, композиторов, режиссеров и актеров известны во всем мире. И это превращает музей Келомяки Комарова в подобие творческого Олимпа нашей страны. В этих местах в разные годы черпали вдохновение Дмитрий Шостакович, Георгий Товстоногов, Анна Ахматова, Иосиф Бродский, Николай Черкасов, Соловьев Седой, Ольга Бергольц, Борис и Аркадий Стругацкие, Василий Аксенов, Андрей Битов, Данил Гранин, Юрий Герман, Евгений Шварц и другие. Все это когда-то надо было увековечить. И Ирина Снеговая, первый директор музея, собрала эту экспозицию и создала экскурсию по музею. В последние годы музеем руководит театровед и литератор Екатерина Боярская и прилагает немало усилий к тому, чтобы сохранить уникальную атмосферу этого места. Мы продолжаем наш диалог. И к нам присоединился Юрий Куликов, депутат муниципального совета поселка Комарова. Юрий, добрый вечер. У нас звонок. Звонок. Слушаем нашего телезрителя. Добрый вечер. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос. Добрый день. Здравствуйте. Ох, дожди, что сказать. Меня зовут Мария. Очень приятно, Мария, пожалуйста. Я живу в Сестралинске, и у меня есть внук, подросток. Вот он занимается музыкой. И мне бы очень хотелось вводить его в музей Келомяки Комарова, но я не знаю, в какого возраста это сделать. И есть ли там экскурсии для школьников, которые еще не читали, ни Ахматова, ни Стругацких. Ну, сколько лет? Сколько лет? Сколько лет вашему внуку? Четыре года будет. Прекрасно, конечно. Безусловно, эту экскурсию у нас прекрасные профессиональные экскурсоводы. И мы работаем с самой разной аудиторией. У нас есть молодежь, школьники, есть пожилые люди. Мы подстраиваемся под возраст. Мы прекрасно понимаем, что такое 14 лет. У нас школьники бывают. И мы сделаем так, что им будет интересно. А для начала приходите, приезжайте к нам 23 декабря, тем более, что ваш внук занимается музыкой. У нас будет прекраснейший музыкальный новогодний вечер. В 7 часов вечера 23 декабря у нас будет неоклассика. Прекрасная пианистка и композитор, комаровская жительница Мария Говард будет играть. А потом во втором отделении будет прекрасная музыка Гладкова. Спасибо за приглашение. Юрий, пока вы пробирались к нам сквозь метели и снега, мы вот начали разговор о таком замечательном издании, о котором вы, конечно, знаете. Да, конечно же. И вы знаете, наверное, что тираж 500 экземпляров уже не существует. И идет речка. Ну, я вообще удивился, что он долго существовал. Мне казалось, что его должны были в первые две недели разобрать. И слава богу, что до сих пор у нас есть, что показать. Хоть одна. Одна, последняя. В музее три штучки осталось. Вот смотрите, о чем это говорит, на ваш взгляд? Это интерес к истории вот этого замечательного места? Или это мастерски составленное издание? Как, на ваш взгляд, вот какие, каковы здесь внутренние механизмы? Ну, какие механизмы? Даже мастерски составленное издание о неинтересном месте никакой популярности не получит. Не получит. То же самое дурацкое издание про совершенно замечательное место тоже успеха не будет. Соответственно, здесь сошлись два этих направления. В точке зрения и успеха места, и замечательного составителя Екатерины Николаевны Боярской. Это издание действительно пользуется популярностью. Вот. И среди жителей Комарова. И самое главное, что среди жителей и Петербурга, и России. Потому что данную книгу покупают, передают тем, кто раньше жил в Комарово, кто останавливался. За границу очень много отправлено. Да, это правда. Комаровцам. Да. Потому что бывших комаровцев не бывает. Да. То есть, соответственно, конечно, интерес большой. Книга хорошая. И я думаю, что, наверное, следующее издание тоже не за границу. Так вот-вот, вот уже к Новому году будет второе издание. Кстати, вот вы слышали вопрос от нашего телезрителя по поводу проблем связанных с развитием. Надо ответить. Ну, ответим. Владислав, что могу сказать? Не секрет, что сейчас принимается закон Санкт-Петербурга о генплане города. У нас есть депутат от курортного района. Владислав, вы посмотрите, какие поправки в генплан Санкт-Петербурга внес этот депутат. От курортного района. И, в принципе, все вопросы, которые вы озвучили в прямом эфире, можете адресовать ему. Потому что у меня, как у депутата Комарова, тоже много вопросов. Вопросы, связанные с необходимостью обустройства парковки в районе Комаровского некрополя. Озеро Щучье. Это действительно проблема большая. И мы в муниципальном совете Комарова стараемся смотреть в будущее. Стараемся анализировать не только о сегодняшний день, но и думать, каким образом будет развиваться поселок. И на последнем заседании совета мы определили направление развития поселка. Тихий Николаев, не знаю, скидывал я вам, не скидывал. Да, конечно. Во всяком случае, да, во всяком случае, это такое общее мнение. И вот среди направления развития поселка, вот эта парковка необходимого Комаровского некрополя, и озеро Щучье вошла. Вот я не знаю, депутат заказательного собрания, вы не у вас эту поправку в генплан или нет. Но это к нему, Владислав, к нему обратитесь. Ну что ж, спасибо за ваш ответ. Сейчас мы уходим на рекламу, после которой я задам еще вам парочку вопросов, связанных непосредственно с этой книгой. А сейчас реклама. Мы продолжаем наш диалог. Сегодня мы говорим о Комарова, и поводом для этого стала книга уникальная, которая появилась здесь у нас в студии. Келомяки Комарова она называется. Мы продолжаем конкурс ваших вопросов, уважаемые телезрители. Телефон в студии 340-7362. Победитель получает приз от такси 434-0000. А у нас в студии заведующая музеем Келомяки Комарова Екатерина Боярская и Юрий Куликов, депутат муниципального совета Комарова. Еще раз добрый вечер, уважаемые. Добрый, добрый. Всем добрый. Не перестаем здороваться совсем не сегодня. В период эпидемии это не вредно совершенно. Так вот, давайте продолжим разговор о Комаровой. Я считаю, что мы должны благодаря этой книге и с помощью музея и вашего присутствия здесь погружаться в атмосферу этого уникального места. И я хотел Юрию задать вопрос о том, что вы очень положительно охарактеризовали эту книгу. Удалось ли вам внимательно с ней ознакомиться? Ну, конечно. Всегда интересно пересчитывать. Я не знаю, Екатерина Николаевна сказала, что издание уже не первое, уже сборники такие есть. И очень интересно сравнивать. То есть, какие-то новые краеведческие открытия, вот, новые фотографии, новые главы. Вот я обратил внимание, что Екатерина Николаевна, ну, вот такой немножко забытый в предыдущих изданиях, забытую часть нашего посолка, как с удовольствием, дружбу упомянула. Это тоже очень интересно. Я восстановила справедливость. Да, справедливость восстановлена. И каждое новое издание, оно открывает какие-то дополнительные грани вот этого бриллианта под названием Комарова. И, безусловно, внимательно ознакомившись, можно с интересом ждать следующего издания. А как вот влияет, как взаимодействует, скажем, книга, издание вот это и музей? Появляются ли благодаря книге новые какие-то странички в музее? Или наоборот, благодаря изысканиям музейным что-то появилось в этой книге, какая-то информация? Как сообщающийся сосуды действует? Ну, знаете, буквально вряд ли, потому что книгу я начала составлять, этот сборник, еще до того, как начала работать в музее. Но я думаю, что к следующему сборнику, не изданию, а к следующему сборнику, обязательно такое взаимопроникновение произойдет. Произойдет. Этот сборник как бы отчасти повторяет предыдущий, мы его условно называем черный сборник, который создавала Ирина Снеговая. Это та же самая замечательная женщина, которая и филолог, и наш большой друг, которая создавала, собственно говоря, музей Келомяки Комарова. Только тот сборник назывался Комарова Келомяки. Он даже внешне был похож. Он тоже состоял из воспоминаний самых разных людей. И это сознательно мы так сделали, чтобы повторял немножечко внешний облик этот сборник, тот предыдущий. 12 лет уже прошло с тех пор. И за 12 лет многое изменилось. И здесь есть раздел «Сегодняшняя, современная Комарова», что помимо садоводства и дружбы тоже важно. Не только воспоминания, не только о прошлом, но и отразить и сегодняшний день Комарова. Вот поправьте меня, если я, может быть, ошибаюсь. У меня такое ощущение, что в прежние годы, скажем так, в советское время Комарова, это было такое духовно-элитное место. А сейчас это все-таки больше место людей с хорошим достатком, которые приобретают там участки. Так ли это? Ну, не соглашусь вот с такой категоричной формулировкой. Конечно, нет. Я задержался, не знаю, успели обсудить тему, не успели. Но периодически возникает, звучит такая фраза «Комарова уже не то». Вот фраза, по моему глубокому, глубочайшему убеждению, ошибочная. Все Комарова то. Комарова – прекрасное, прекраснейшее место. Послушаем сейчас нашего телезрителя, а потом тогда вы разоверните эту тему. Звонок. Слушаем вас, уважаемый наш телезритель. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. 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 Добрый вечер. Добрый вечер, я вас хорошо слышу. А теперь мы хотим вас послушать. Значит, меня зовут Наталья. Очень приятно. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, мы знаем, что в Сестроветске есть совет почетных жителей, которые при необходимости, при желании имеют возможность как-то высказывать свои пожелания и иметь влияние на какие-то события, происходящие у нас в Сестроветске. А есть ли какая-то такая же организация Комарова? И есть ли там люди, которые также заинтересованы, выражают какие-то свои пожелания и прислушиваются? Не организация, а просто отдельные люди, которые мы прислушиваются. И именем таких почетных жителей. Спасибо. Спасибо большое, Наталья, за ваш вопрос. Юрий, пожалуйста. Ну, можно почетных жителей Комарова перечислить, и хватит пальцев одной руки. У нас на сегодняшний день три почетных жителя. Вот это Балмасова, это Цветкова и Петровский. А не Снеговая? Снеговая у нас кавалер за заслуги. То есть у нас всего три почетных жителя. И на самом деле определенное упущение было муниципального совета, что это звание длительное время не вручалось. Конечно, необходимо тех людей, которые достойны этого звания вовлекать в общественную жизнь, необходимо эти звания присваивать тем жителям Комарова, которые и помочь могут нашему поселку, и, в принципе, готовы его прославлять и на городском, и на федеральном, и на международном уровне. Вот, поэтому, а что касается общественности, ну, на самом деле Комарова поселок очень интересный, никакие вещи без широкого общественного обсуждения у нас не проходят. У нас совершенно уникальная библиотека, уникальный музей, и уже фактически сформировался вот клуб тех жителей, которые постоянно участвуют в наших мероприятиях в общественной жизни. И, конечно, мы с ними советуемся, собираемся на мероприятиях, и Екатерина Николаевна сказала, что 23-го числа в музее пройдет, ну, такой предрождественский вечер, и вот на прошлом вечере как раз вот эти жители, которые занимаются, ну, общественной деятельностью в Комарово собрались, и мы, мне кажется, многие вопросы вот на таком мероприятии обсудили. Поэтому, наверное, нужно создавать какую-то структуру, как попечительский совет музея, как культурный совет поселка. Это очень правильная инициатива. Как вы считаете, мы должны попечительский совет музея создать? Ну, кстати, почему бы и нет? Может быть, действительно какой-то совет не музеями, а просто какой-то вот общий совет старейшин Комарова. Ну, старейшин не в смысле возраста. Уникально сегодня эфир, рождаются новые идеи, которые потом будут воплощены. Ну, я был на культурном форуме, и там была панельная сессия «Деловая культура». Вел Шувал Худриванович, но там совершенно правильные идеи говорили, что бизнес должен помогать культуре, а культура, она тоже не остается в стороне. Она дает бизнесу определенные пиар-возможности и возможности реализоваться вот в общественной жизни. Поэтому нужно делать нам попечительский совет музея. Давайте на следующем совете обсудим эту ситуацию. Я записываю, что вы обещали это сделать. Да, мы обещаем. Скажите, если говорить о почетных жителях, вице-губернатор Борис Петровский, он же почетный житель. Да, в этом году на 120-летие поселка Комарова Борис Михайловичу Петровскому мы присвоили звание почетной житель Комарова. Ага. Ну, вот у вас такая... Он большой патриот Комарова, он здесь, естественно, с детства живет. Он Комарова очень любит. Он был в нашем музее, я ему провела экскурсию. Он был в достаточной степени, мне кажется, впечатлен. Хотя он бывал раньше в музее, но не так прицельно, не с экскурсией. Вот, так что мы с ним дружим. Скажите, пожалуйста, вот еще тоже интересно узнать такую вещь. Это, может быть, момент чисто технологический, но, тем не менее, произошло же структурное изменение. Вы, ваш музей стал составной частью... Да, это очень важно. Вот что это такое за событие. Ведь этот музей родился как частная инициатива, абсолютно частная инициатива Ирины Снеговой. И долгое время он был такой, как в театре говорят, частной антрепризой. И долго, с 2005 года он существует, вот так как бы сам по себе на одном энтузиазме. И к счастью, к нашему огромному счастью, к счастью музея, к счастью Комарова, нас взял под крыло большой культурно-исторический музейный комплекс в Разливе, куда входит сарай-музей, Ленина-шалаш, арт-курорт, такое арт-пространство сейчас, правда, на ремонте, дача в Ижевской, старинная дореволюционная дача в Сестрорецке, беседка Шаляпина, и вот теперь Комарова. Это совершенно другая жизнь. У нас появились теперь перспективы, теперь какие-то возможные, серьезные, я надеюсь, изменения в музейной жизни, в лучшую, естественную сторону. Мы, конечно, думаем о реорганизации экспозиции. Она сейчас, как вот уже возвращаясь к началу нашего разговора, такая немного действительно патриархальная. Все по старинке. И мне немножко бывает завидно, когда я прихожу на выставки, театральные музеи потрясающе делают выставки. Да вообще все музеи очень фантазийные, придумывают такие удивительные экспозиции. Мне немножко завидно. Для того, чтобы проводить выставки, нужны площади. Да, это вот следующая моя была как раз мысль, что как минимум мы сделаем реорганизацию, но по большому счету нам, конечно, нужно отдельное какое-то и немаленькое здание. Люди, которые приходят в музей, всегда первым делом удивление, как вот это все... Знаете, мы же в Петербурге избалованы. Музей, сразу Эрмитаж себе представляешь, или как минимум русский музей, да. А тут музей... Мы очень благодарны нашему муниципалитету, что он нас взял тоже когда-то, Ирину с музеем, с этим частным фактически музеем под крылой, и мы на первом этаже муниципалитета находимся. Нам очень хорошо там, тепло и уютно. Но люди приходят, удивляются малому размеру, особенно к концу экскурсии, когда мы перечисляем всех этих наших великих комаровцев, которые жили и творили у нас. И у всех один и тот же вопрос. Ну как же так? Ну как же так? А надо же больше места. Надо же и то... У нас запасники, у нас библиотека дачная в запасниках Лихачева с его пометками, которые надо выставить. Мы недавно получили в дар великолепные картины Веры Матюх, прекрасного графика от ее сына, прекрасного художника театрального Алексея Евгеньевича Парайкошица. Шесть прекрасных холстов графика. Очень... Ну это настоящий шедевр. Я имею в виду одни эти картины выставлены... Шесть штук. Вера Матюх картины выставлены в Русском музее, насколько я знаю. Да, так ее картины в Русском музее, Третьяковской галереи, в Пушкинском музее в Москве, и у нас Комарова. Ну только четыре поместилось, а две пока в запасниках. Все это очень обидно. Мы еще хотим купить у Алексея Евгеньевича картины его мамы. Ну купить-то мы купим, но положим их в запасники. Вот это, конечно, наша такая большая мечта. И Наталья Степаноковаленко, директор историко-культурного комплекса в Разливе, тоже, конечно, очень хочет, чтобы у Комарова было свое здание. Это все непросто. Это, конечно, должно быть историческое здание. Думаете, историческое? А я вот как раз хотел вклиниться с предложением. Ну, вот сделается модерновое, современное здание. Из стекла. Очень хорошее предложение. И я, внимательно, слушаю Екатерину Николаевну. Мне кажется, надо смотреть чуть-чуть шире. Вот чуть-чуть шире. То есть не надо ограничиваться рамками музея. Потому что в Комарова нужен настоящий культурный центр. Ну, это правда. Ну, хорошо. Он сам по себе, а музей пусть будет сам. Опять мы будем при ком-то. Нет, почему? Это культурный центр будет при музее. Вы будете главными. Давайте рассмотрим. Вы будете главными. У нас, мы уже обсудили, будет культурный общественный совет. Для того, чтобы не было никаких конфликтов с точки зрения тех, кто будет выступать. И в целом, действительно, нужна какая-то историческая дача. И на территории прилегающей можно действительно модерновой, современной центра. Вот это хорошо. Это будет отличный компромет. И мы благодаря этому сможем и восстановить вот то одно из тех зданий, которое действительно ценно для Петербурга. И сможем построить пространство новое, где с большим комфортом можно проводить различные мероприятия. Потому что у нас проблема... Я согласна. Ну, мы все согласны. Мы все согласны. Кому уговариваться? Ну, мы же здесь обсуждаем не между собой. Мы же даем эту проблему в эфире. Я надеюсь, нас многие смотрят. И потихонечку мы формируем общественное мнение, которое рано или внушно... Мне жарко стало от этих людей. ...общественное мнение, оно же должно сработать. И нужен этот центр культурный, нужно этим заниматься. И уже определенные у нас наработки в этом направлении. Мы начали процесс. Это прямо здесь, на нашей передаче. У нас есть звонок телезрителя. Давайте послушаем его. Добрый вечер, пожалуйста. Вы в самый эмоциональный пик задаете свой вопрос в нашей передаче. Слушаем вас, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. У меня вопрос к гостю программы. Меня зовут Дмитрий. Дмитрий. Вопрос у меня такой. Я недавно узнал, что песни под Московные вечера, которые поют по всему миру первоначальному, называются Комаровские вечера. И что Соловьев Седой, ты сам ее прогуливаешь по берегам Пинского залива. Вот вопрос такой. Увековечено ли имя этого композитора в поселке Комарова? Спасибо. Спасибо, Дмитрий. Вы знаете, имя Соловьева Седова мы как раз собираемся выковечить. Как раз вот недавно, Юрий, когда это было? В прошлом месяце? Ну, вот у нас 15 ноября прошло заседание Муниципального совета Комарова, где была рассмотрена инициатива Виктория Николаевна Боярской о том, чтобы выйти на топонимическую комиссию Санкт-Петербурга с предложением выковечить память композитора в нашем поселке. Сквер. Да, тем более здесь жил. У нас есть совершенно замечательный сквер, который мы благоустроили в этом году. Вот, сквер современный, сквер, которым мы гордимся, и будет не стыдно, что это место, этот сквер будет носить столь, ну, значимое для России имя. То, что песня «Подмосковная вечера» была написана в нашем поселке, это доказано. И, конечно, нужно это делать. Мы здесь как раз рассчитываем на помощь нашего почетного жителя. Бориса Михайловича Петровского, потому что он является председателем топонимической комиссии. Мы с Борисом Михайловичем на связи и надеемся, что он в ближайшем заседании. Я думаю, нет причин, чтобы не дать этому скверу имя Василия Павловича. Он жил буквально-таки за углом на Большом проспекте. К сожалению, его дом не сохранился, но имя его должно быть и выковечено. Это действительно громадная фигура в нашей культуре, в музыке, вообще в жизни Советского Союза. Песню его пела вся страна. И за границей его песни ведь знают также, ну, по крайней мере, «Подмосковные вечера». Вот это такая международная интернациональная мелодия, как «Калинка-малинка» узнает русскую мелодию. А что касается «Комаровские вечера», вы знаете, да, такая легенда есть. Сначала говорили «Ленинградские вечера», а не «Подмосковные вечера». Но да, действительно, мы такие амбициозные комаровцы. Мы вот решили, а почему не «Комаровские вечера»? Очень хорошо ложится тогда в рифму. Но отрицает это Василий, внук Василия Павловича, тоже Василий Солёвич, младший. Он это отрицает. Он говорит, нет, это чистая легенда. Ну, легенда хорошая. Красивая, конечно, легенда. Пусть, конечно же, будет. А я фиксирую то, что культурный центр «Комарова» начал свою работу уже прямо здесь. Так сейчас. Да, прямо в прямом эфире. Да, прямо в прямом эфире. И пока мы ходим на рекламу, которая продолжит нашу работу. Он уже будет закончен. Мы продолжаем наш диалог. Телефон студии 340-73-62. И мы ведем наш разговор с заведующим музеем Каламяки Комарова Екатериной Боянской и Юрием Куликовым, депутатом муниципального совета поселка Комарова. Победитель конкурса зрительских вопросов получает сегодня приз от такси 434-00-00. Но давайте вернемся к вот этой фразе, которая совершенно неоднозначное может быть на самом деле отношение, что Комарова уже не то, как говорят некоторые представители. Как вы можете отреагировать, Юрий, на этот посыл? Ну, если этот посыл несет противонегатив, то, конечно, это неправда. Потому что Комарова всегда то. Нельзя говорить о том, что какие-то там тенденции идут негативно. У нас все здорово. Потому что, да, действительно, есть какие-то изменения. Не все изменения к лучшему. Но вектор развития Комарова положительный. Это вектор вперед. Потому что, да, какие-то там дачи, может быть, старые утраченные. Может быть, какие-то заборы не так стоят. Но ведь ценность Комарова – это люди. А люди у нас что, не на есть самые те. Вы посмотрите, у нас и детские театры летние на собственной инициативе появляются. Совершенно замечательные спектакли ставят. То есть это наша молодежь. У нас появляются новые жители. И Андрей Могучий у нас живет в Комарово. И Алиса Бронна Фрэндлих. То есть совершенно нельзя сказать, что Комарова – это не то. Потому что люди те, а люди – это наше достояние. Это самый… Вот весь смысл Комарова – это люди. Это не стены. Это, конечно, природа, она должна помогать людям раскрыться. Но люди – это все-таки главное. Конечно, магия этого таинственного места, о котором мы еще должны поговорить. Безусловно, я согласна. Одну секунду, у нас звонок телезрителя. Давайте сейчас послушаем нашего телезрителя. Пожалуйста, ваш вопрос. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Зовут вас как? Меня зовут Татьяна Александровна. Очень приятно. И вопрос будет такого характера. Вот сейчас дошел разговор о молодежи. Мне интересно, да, конечно, непременно нужно помнить историю, уважать, любить, продвигать. Но как поддерживается молодое поколение, молодые композиторы? Видите ли вы их? Видите ли вы их? И, ну, например, могут ли ваши, вернее, наши молодые композиторы попасть к вам в отдых о композиторах? Если могут, то как это сделать? Можно вы что-то, если не проводите какие-то фестивали? Мне бы хотелось услышать вот это. Спасибо, Татьяна Александровна. Ну, на самом деле, мы не имеем отношения к Дому отдыха композиторов. Вообще, я знаю, что туда на отдых может попасть сейчас кто угодно, если есть свободные места. У меня есть ответ. У меня тоже есть ответ на этот вопрос. Во-первых, мы очень продвигаем хотя бы на уровне нашего музея или нашей библиотеки нашу творческую молодежь. У нас прекрасные есть молодые, вот именно музыканты. Вот вопрос прямо в тему попал музыкантам. Вот как раз 23-го числа, я уже упоминала, у нас будет прекрасный новогодний вечер. Я надеюсь, прекрасно он пройдет. И вот я уже упоминала имя Марии Говард, пианистка, композитор. Ее прекраснейшая сестра София со своим мужем Игорем Заливаловым, комаровские жители, музыканты просто мирового уровня, скрипачи. Они выступали в нашем комаровском музее. Их сестра Лиза, музыкант, в флормоническом оркестре играет. Она постоянный гость нашего музея. У нас прекрасный есть, сейчас у меня вылетел из головы фамилия, такой модный, продвинутый архитектор, сын моей подруги. Чуть позже вспомните. Позже вспомню. Я хотела уже дать рассказать. И мы про них рассказываем на нашей страничке в музейной ВКонтакте. И они бывают в музее, и мы их любим, и мы с ними в творческом содружестве. И пусть приходят к нам в музейные экскурсии, а может быть они и выступят у нас. Я с удовольствием дам свой телефон, давайте обсудим, что они могут предложить, какие программы, и пусть выступают на наших мероприятиях. Да, я пока задумалась, я хотел вот так перебить и перехватить инициативу. Перехватывайте. Вернее, не перехватить, а наоборот, поддержать. Но давайте вспомним, у нас же есть совершенно замечательный, молодой виоленчелист Богдан Ефремов, который уже имеет имя общероссийское, и в библиотеке Комарова проходили его концерты. А что сделали мы летом вместе с Музфондом и Союзом Композиторов? Тоже совершенно прекрасная серия концертов, в том числе детских. И завершилось это просто феерическим выступлением, и программа называлась «Кошки четыре ноги». Вот, то есть, и тоже выступали молодые композиторы, которые с города приезжали к нам на наши площадки. Почему? Потому что летом действительно площадка музея Комарова, площадка концертной библиотеки Комарова, они очень престижные, в том числе и для того, чтобы поддержать выступлением на них наших юных, молодых дарований. Поэтому, конечно, надо продвигать молодежь творческую и давать им возможность. Мы это делаем. И, кстати, вот то, о чем мы сейчас говорим, это, в общем-то, идет вот в тему, которую вы начали в начале нашего разговора, и сейчас продолжили, то Комарова или не то Комарова. Вот, оно то Комарова, да? Вот мы вот так вот, мы работаем, мы стараемся всех как-то… Вырастить. Вырастить. И всех как-то вот приучить, что у нас и музей, у нас и библиотека, у нас прекрасный живой писательский городок, где проходят летом поэтические чтения, где мы отмечаем день рождения Ахматовой, все больше и больше людей там собирается. Действительно, масса всего происходит Комарова. Да, жалко, утерянные старые дачи. Это наша боль, это наша огромная потеря. Ну что же, их уже, ну, наверное, может быть, через сто лет их все восстановят, там, по воспоминаниям, по каким-то старым чертежам. Это уже, может быть, будет после нас. Жаль. Но надо идти дальше. Самая большая комаровская боль, по-моему, то, что вы сейчас сказали. Это очень большая боль. А вот есть хорошая новость. Хорошая новость, пожалуйста. Ну, есть дача Шухина. Мы находимся во взаимодействии с компанией, которая ведет оставительные работы. Уже на сегодняшний день идут исследования. Приезжал известный реставратор на эту дачу. Я сейчас, к сожалению, не скажу фамилию. Но сказал, что дача в хорошем состоянии, восстановить ее можно. И для чего она будет приспособлена? Пока сложно сказать, это частная дача. Но есть жесткий надзор Геопа, который, во всяком случае, позволит ее восстановить. Это прекрасная новость, но это не единственная новость в этой теме. У нас действует храм, который 10 лет назад еще не было. Пустое место было. В исторические пропорции. Храм, да, восстановлен на историческом месте. У нас есть прекрасная в частном владении вилла «Анечка». Просто шедевр архитектурный сам по себе и шедевр реставрационного мастерства. Изумительно отреставрированный. Это про Ганнову. Да, Ирина Аганова, хозяйка этой виллы. У нас вилла «Юхневич» восстановлена. У нас восстановили виллу «Рено». И многие здания в частном владении их не бросают. По мере возможности финансовой, ну и всякой другой возможности, люди уже немножко образумились, я бы сказал, относительно 90-х, 2000-х годов. Хочется верить. Хочется верить. Вектор, вектор. Опять мы констатируем, что вектор он негативный, вектор он позитивный. Позитивный. Вот по случаю того, что мы упомянули слово «позитивный», да, вот такая концепция, вспоминаем, в 60-е годы существует. Кто ее автор и в чем ее смысл? Ну, была совершенно замечательная история. Елена Аркадьевна Цветкова, заведующая нашей библиотекой, сказала, что в 2024 году 60 лет библиотеки. И благодаря нашему общению родилась такая идея, чтобы провести такой стильный день Комарова в концепции 60-х. Ну, я думаю, многие наши зрители смотрели фильм «Стиляги». Фильм замечательный, замечательная музыка. Вот если получится организовать в Комарово на один день что-то похожее, будет здорово. Потому что 60-е – это годы послевоенного расцвета Комарова. Есть замечательная музыка 60-х, есть совершенно уникальный такой фирменный стиль 60-х. И если получится все это реализовать благодаря программе, ну, было бы здорово. Я надеюсь, музей нас поддерживает. И уже календарь мы Комарова издали на 2024 год. Опять же, благодаря тому, что музей нам предоставил исходные данные для этого календаря, у нас уже календарь на 2024 год. Вот жалко, ты не захватил. На обложке календаря как раз-таки 60-х годов графическая картина «Вера Матюх», о которой я уже говорила, «Танцы на платформе Комарова». Изумительная совершенно работа. А внутри в календаре из коллекции нашего музея старые фотографии 60-х годов с Муктуновского, Соловьева-Седова и других комаровских жителей. – Потрясающе. Это тоже раритивное издание. – Это очень хорошее издание, красивое. Вот мы совместно с муниципалитетом музей создали этот календарь, который тоже, может быть, будет экспонатом со временем. – Ага. Екатерина, вот хочу вас спросить вот о чем. Такой, может быть, немножко мистической части, значит, вот вашей работы. Вы говорили о том, что место Комарова обладает особой притягательной силой, которая вот, ну, не выражается только в именах, скажем, которые мы называем, пусть в великих, конечно, именах деятелей культуры отечественной. Но вы говорите о том, что есть некие более тонкие флюиды, которые вас ощущаете, которые идут от этого места. Не могли бы вы, я понимаю, что словами это, может быть, сложно выразить, тем не менее, хотя бы чуть-чуть открыть, приоткрыть, что это такое. – Ну, это трудно даже подчас и словами описать. – Конечно. – Ну, короче, это всякие удивительные ситуации, которые случаются, происходят на наших комаровских тропинках. Ну, вот даже мы начали со сборника. Я ведь этот сборник начала, когда еще никакого отношения к музею не имела. Ну, думаю, будет день и будет пища, найдем потом, как его издать, может быть, с миру по нитке соберем. И вдруг я оказываюсь в музее, и случайно заходит разговор о том, что вот готов материал для сборника, и Наталья Степановна Коваленко говорит наша тема краеведения, мы издадим. В итоге сборник вот так вот по мановению волшебной палочки был издан музейным комплексом, музейным историчным, историко-культурным музейным комплексом в разливе. Вот разве же это не чудо, а возникновение нашего храма. Ведь мы много лет, комаровцы, знали, что у нас тут был храм, знали примерно где. Вот это вот витало, витало, и вдруг вот это вот материализовалось все, храм во имя сошествия Святого Духа, вот он, вот тут он стоит. Удивительным образом у нас две семьи в Комарова, прямых потомков Никонова. Про правнук и про... нет, про внук и про правнучка. Алексей Баранников и Екатерина Прозоровская. Один живет в Академгородке, Екатерина Прозоровская живет, моя соседка, подруга моя в садоводстве, дружба. Это же прямо мистика. Не потому они здесь оказались, что их великий предок тут тоже был килограммским жителем и строил тот храм. Нет, это совершенно вышло случайно. Вот то, что вроде бы случайно, оно на самом деле не случайно. Оно все как-то завязано вот на нашей ауре. Вот не так давно приезжала телевизионная группа снимать сюжет о Комарова. И я рассказываю, что вот сейчас мы с вами пойдем к писательскому городку, посмотрим на будку Ахматовой. Там сейчас живет Валерий Георгиевич Попов в этой будке. Идет навстречу на Валерий Георгиевич Попов. У него тут же берут интервью. Понимаете, вот это вот такие вот маленькие случайности. Писатель Попов. Да, наш живой классик Валерий Георгиевич, наш любимый, дай бог ему здоровья Попов. Который возглавляет союз писателей. Да, да, да. Вот такое вот небольшое совпадение. Ну, есть и какие-то более глобальные вещи. Знаете, Комарова не всех принимает. Я вот знаю такие ситуации, когда вот не идет. Вот какое-то отторжение. Человеку тут не очень хорошо. Это, кстати, реже. Реже бывает. Чаще всего все-таки в Комарова жителям... Это наша аура комаровская помогает раскрыть свои какие-то свои дарования, свои таланты. Волей-неволей. Человек иногда даже и не думает ни о чем таком. Хоп, а у него стихи пишутся раз, а у него что-то такое происходит интересное в жизни. Творчество у нас просто вот в самом воздухе. У нас уже замечательный парк-арт. Знаете про него? Это совершенно уникальное место. Наталья Коряйкина, ботаник, эколог и дизайнер, придумал этот парк-арт. Это такие инсталляции из мусора фактически сделаны вдоль первой дачной, полкилометра, на деревьях, на кустах развешаны. В общем, произведение искусства. Это такая ахматовская тема, когда вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда. Вот получается, что нет мусора, из всего можно сделать искусство. Вот оно само по себе как бы... Прежде всего, благодаря Коряйкиной. Но и тут эту инициативу подхватили жители. И Юрий Куликов с Женей тоже свою прекрасную инсталляцию уместил туда, в этот парк-арт. И я даже этим летом сподобилась. Вот разве же это не удивительно? Вот эта вот наша комаровская атмосфера дает людям толчок к творчеству. Это же какая-то мистика. А когда появился парк-арт наш, вот этот официальный такой наш парк-арт большой на первой даче, я стала замечать, что люди у себя на участках делают такие парк-арт. Вот, например, старые игрушки не выкинули в помойку, а рассадили их по росту. Мишка побольше, мишка поменьше на заборе. Вот уже получился мини-парк-арт. Ну, она на цветочный велосипед знаменитый, она же прекрасно смотрится. Велосипед. А заборы злыш. И вот все вот эти вот мелочи, вот это все, вот это все наши комаровы. Такая самобытная среда возникает. Абсолютно. И пользуясь случаем, мы хотим сказать, что парк-арт комарова необходим. Необходим. Это культурное явление, которое действительно требует и защиты, и поддержки со стороны властей. Это очень интересно. О нем есть статья в этом сборнике. Ну, не повышайте к нему интерес, потому что его нет, как мы выяснили, в продаже. Пока не надо. Будет, будет. Дразниться так не надо пока. Звонок телезрителя, давайте его послушаем. Добрый вечер. Пожалуйста, ваш вопрос. Совсем немного времени у нас остается. Добрый день. Добрый. Юрий Николаевич, меня зовут Дмитрий. Дмитрий. Я хотел бы поинтересоваться, а как на ваш счет реформа, которая касаемо уборки в этом году к нам пришла, позитивно проходит или нет? Спасибо. Да, Дмитрий Ильич, я вас узнал. Ну, мнение, мнение выскажу свое по поводу уборки. Основная проблема в том, что в городе должен быть хозяин один. Вот есть поселок Комарова, есть город Зеленогорск. И жители, они не должны разбираться, кто убирает вот эту часть города, кто убирает вот эту часть города. Это жителям все равно. То есть должна быть единая система, один хозяин. Но у нас фактически получается, что порядка 4-5 организаций отвечают за уборку города. Это неправильно. И реформа должна проходить. Должен быть один хозяин, и жители должны работать в режиме одного окна. А то у нас получается и комитет по благоустройству, и муниципалитет, и РЖД, и жилищное агентство курортного района. И пока житель разберется, кто убирает какую территорию, снег может растаять, а житель всю зиму проведет в дискомфортных совершенно условиях. У семья нигде с тебя без глаз. Да, поэтому должен быть один хозяин, и если это будет мэр города или глава поселка, это будет здорово. Будет понятно, с кого спрашивают. Ну, а нам пора подводить итоги передачи, выбирать победителя конкурса зрительских вопросов. Чей вопрос вам показался наиболее интересным, содержательным, глубоким. Мне понравился вопрос про музыкантов, поскольку мне ближе как-то творческие темы, темы, связанные с историей, с культурой. Но вопросы действительно были очень разные, поскольку и беседа очень разноплановая была. Не знаю, может быть, Юрия другое может. Нет, я, честно говоря, тоже хотел этот вопрос предложить в качестве победителя, потому что поддержка молодых музыкантов важна. Это очень здорово, что поднимают эту тему. Мы рассказали о том, что сделано в Комарова для этого. Если еще Залифтова поддержат, молодые музыканты будут здоровы. И пусть они на такси приедут в музей. Пусть на такси приедут в гости. Татьяна Александровна, а как поддерживаются молодые музыканты? Этот вопрос становится победителем. Да, да. Поздравляю вас, Татьяна Александровна. И приглашаем в музей. И приглашаем в музей вам приз от такси 434-000. Ну что же, уважаемые гости, очень содержательный у нас был разговор. Спасибо вам. Эмоциональный, глубокий, разнообразный. Поводом стала эта книга, которую вы теперь дразните буквально всех, а ее нет, потому что... Да сейчас будет, подождите. До Нового года будет. Надеюсь, что культурный центр, о котором мы говорили, это будет такая все-таки идея. Пусть она не завтра воплотится, ни тем не менее. И совет Комарова. Надо ставить высокие планы. Спасибо вам огромное. И у музея будет новое здание. Да, и у музея будет новое. И историческое, и современное. И современное. Отлично. План есть. Спасибо. С приближающимся вас Новым годом. Всего вам доброго. Творческой вам работы, вдохновения и рождественских необычных историй. Спасибо. Специально для Екатерины. Благодарю всех участников нашей сегодняшней передачи. Особое спасибо тем, кто задавал свои вопросы. Будьте здоровы, всего доброго. И увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok